Большое спасибо, Евгений Михайлович. Пожалуйста, вопросы. Да, прошу вас. Пожалуйста, подробнее, как подготовить пациент с конечной болезнью пушек и легеноконкрасную исследование? Первое. Проводилась масса международных исследований, которые тестировали различные препараты на предотвращение. Вы будете смеяться. То есть пробовали все. Пробовали те же самые ингибиторы АПФ и блокаторы, рецепт, кальциевые блокаторы. Оказалось, что кроме гидротации, да, еще АЦЦ пробовали, да, АЦТИЛ, ЦСИН. Но все вроде помогает. Но когда начинают метаанализы проводить, да, все тут же нивелируется. Мы сегодня слышали, да, как опасно по одному исследованию делать. Значит, первое, помимо гидротации, четко знать, какая скорость клубочковой фильтрации. Второе. Использовать рентгеноконтрастные препараты изосмолярные. Они обладают наименьшей нефротоксичностью. Третье. Дозу снижать. Потому что часто, ну, не обращают внимания врачи-рентгенологи или сосудистые хирурги, вот 300 мл рентгеноконтрастного вещества, в выпуске написано, да, когда больной к тебе уже попал с резко нарушенной функцией. Уменьшать дозу обязательно. Ну, советую просто скачать рекомендации по предотвращению нефротоксичности, да. Они были уже давно опубликованы. Есть общество орогинекологических рентгенологов, ну, кто, собственно, занимается исследованием этой области. И там ли эти рекомендации даны. Больные с диабетом – это вот группа риска, да, потому что помимо диабета как такового, второй тип – ишемическая болезнь, периферическая атеросклеротическая болезнь, стеноз почечных сосудов. Тут, если в одном месте нашли, то надо искать в другом месте, да. И особенно, если есть периферические, скажем, подвздошные атеросклероз, бляшки, ищи магистральные почечные сосуды, там все рядом, и с большой частотой они сочетаются между собой. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы. Евгений Михайлович, можно я тогда вот пару вопросов все-таки. Я бы хотел вот вас спросить все-таки один такой общий вопрос в отношении применения атиозидных диуретиков у больных с сахарным диабетом. Ну, тут два момента. Первое, что скорость клубочков фильтрации ограничивает применение атиозидных диуретиков. Они просто не работают. При фильтрации ниже 30-100%, но уже такое впечатление даже 40. Фильтрация эффективность их снижается. А повышение действительно, риск все-таки везде прописан развитие, так сказать, гипергликемии при атиозидных диуретиках. Мы, поскольку мы чаще работаем, все-таки больше работаем с больными с нефритами, поэтому петлевые диуретики для нас более привычные. Вот для гипертонической болезни, да, весь я написал, атиозидный диуретик, препарат первого ряда, бета-блокатор, в свое время ингибитор ЭПФ, да, поэтому петлевые для нас как бы более родные. Риски есть, да, риски есть. Особенно если не обращают внимания на низкую клубочковую фильтрацию и начинают наращивать дозу. Тут точно может неприятности получить. Второй вопрос в отношении такого старого препарата, как диокарб. Как-то вот нефрологи начинают, и кардиологи о нем как-то вот говорить в позитиве. Ну, как дополнительный препарат в сочетании с петлевыми, теозидными, с глокаторами вверх альдостерона, да. Иногда, чтобы получить достаточно диурет у больного с почечными отеками, до двух-трех препаратов приходится. Сейчас диувер появился, вот это для нас. Еще раз есть. Дювер. Дювер. Соросли. А. Да, только я не знаю. Нет, он уже, по-моему, на рынке есть, на рынке есть. Видите, как хорошо. Тогда еще один вопрос сюда же все-таки. Вот это сочетание применения ингибиторов НГЛТ-2 и петлевых диуретиков, согласно вот инструкциям. Здесь, как бы, есть определенная разница между различными препаратами этой группы, группой ингибиторов НГЛТ-2. Ну, вот тут я, наверное, не очень еще пока экспириенс, да, не очень в этих вещах пока разобрался. Я зарезервирую этот вопрос и доложу где-то. Свет, что у вас написано в инструкции в отношении ДАП-2? А? Ограничения. Вот я поэтому и хотел спросить, что у вас с осторожностью, а ЭМПа как-то это ограничение не имеет. Да, тут как-то ЭМПа-Глифон. Да, с петлевыми диуретиками. По-моему, там как-то вот все-таки я бы попросил Эгене. Если можно взять. Да, у тебя действительно, потому что для меня эта тема не совсем, так сказать, еще проработанная. Спасибо, что меня заставили ей заниматься. Может с осторожностью, потому что здесь как бы все-таки вот, да. Ну, хорошо. Я думаю, что это интересный такой специфический момент, мы его проясним. Да. И вот, наверное, все-таки вот я как-то вот прослушал, у нас никто не сказал, ни Ольга Дмитриевна, ни вы про измерение натрия эритического пептида. Ну, это ведь наука, скажем, да. Спасибо. Где это измерить и кто за это платить будет? Но было бы неплохо измерить. Как вы говорите? Давайте это... Это для исключения, да. То есть сама эта методика измерения натрия эритического пептида скорее для исключения. Вот если результат как бы отрицательный в норме, это 100% не сердечная недостаточность. А вот если он повышен, это может быть как сердечная недостаточность, так и еще куча состояний, которые дают, ну, давайте так скажем, ложноположительное повышение этого показателя. То есть это скорее с целью исключения сердечной недостаточности. Ну, у вас в клинике это есть, нет? Или как? Ну, наша лаборатория определяет, но это же не входит. Ну, да, но определяет. Это есть отладка, да. Раньше гликированный гемоглобин тоже был редкостью, понимаете? И тоже мы вот как-то вот это... Поэтому, может быть, со временем как-то... Павел Борисович, предложение. Как раз поскольку МС определяется позицией профессионального сообщества, если мы тремя ассоциациями соберем специализированную конференцию, да, покажем практическую ценность, ну, в определенных группах больных, то все можно провести через... Если клинические рекомендации мы включим, сколько? Ну, это, конечно, это 7. Ну, это ведь не очень... Это не массовое следование, поэтому УМС в ряде случаев может переварить эти вещи. Так, еще, пожалуйста, вопросы к Евгению Михайловичу. Тогда у нас, наверное, часть с интерактивным голосованием у вас есть, да, Евгений Михайлович? Я прошу туда к этой части.